Президент Байден заявил, что США не будут поставлять ракеты большой дальности, и это решение вы назвали глубоко ошибочным. Можете ли вы дать оценку только что объявленной партии вооружений? Что ж, это хорошая новость для Украины и очень плохая для российских артиллерийских расчетов и их командиров. Эти системы вооружения, особенно Хаймарс, реактивная артиллерийская система высокой мобильности, были разработаны в 90-х годах и еще раньше, во время Холодной войны, для того, чтобы иметь превосходство над российской артиллерией. И они с этим хорошо справляются. Правда, мы не увидим их на поле боя в ближайшие несколько месяцев, но когда они там появятся, они изменят ситуацию. И поэтому, между прочим, также хорошая новость — это заявление о поставках из Германии, потому что этим системам нужна хорошая противовоздушная оборона. И объявление о Германии поможет в этом. Это отличные новости. Это спасет жизни украинцев и вполне поможет им введение войны на оперативном уровне. Сейчас, несмотря на продвижение России на востоке Украины, Пентагон говорит, что путинская армия повторяет ошибки, допущенные в начале войны. Согласны ли вы с этим? Да, ошибок допускается не так много. Понятно, что они учатся на ошибках. Мы это знаем и из истории. Вообще, армии учатся в бою, на операциях. И то, как русские это делают, — это тема отдельного исследования. Но речь сейчас не только и не столько об исправлении ошибок. Проблема российских войск, о которой говорит Пентагон гораздо глубже. Это системные проблемы, которые у них есть. И они действительно очень глубоки. Их раздирают коррупция и неэффективность. А также командная структура — это еще один момент, о котором сегодня говорили американцы. Это то, что инициатива на местах командованием не поощряется. Это, конечно, означает, что приходится вмешиваться командирам старшего звена. Они несут потери и так далее. Это крайне неэффективный способ ведения войны. Так что Пентагон абсолютно прав. В свете поставок оружия, о которых мы слышим, справедливо ли по-прежнему говорить, что Запад не вмешивается? Да, естественно, Москва будет бряться оружием и чертить свои красные линии. Я думаю, есть одна проблема. Это постоянные торги и дискуссии о том, отправляем ли мы им эту систему оружия или не отправляем. Послать ли 10 таких систем или 20 или 100? Обучены ли украинцы ими управлять? Об этом мы с вами дискутируем почти ежедневно. В итоге это большой подарок российской разведке. Это означает, что им не нужно выполнять работу, чтобы выяснить, какие системы вооружения будут им противостоять. Но если прямо отвечать на ваш вопрос, то да, конечно, мы участвуем. По сути, мы используем украинцев в какой-то мере для достижения наших целей. Целей Запада, изложенных Ллойдом Остином несколько недель назад. Они, по его словам, заключаются в ослаблении российской армии, чтобы она не представляла угрозу для ее соседей. Именно это и делает украинская армия с западным вооружением. Так что да, конечно, мы участвуем. Пр followed. Продолжение следует... Продолжение следует...